Молитвенный завтрак Мероприятие является открытой платформой для выстраивания конструктивных деловых взаимоотношений и популяризации традиционных христианских ценностей. 2024 год объявлен президентом Российской Федерации Годом Семьи, поэтому юбилейная встреча была посвящена теме сохранения традиционных семейных ценностей в нашей стране. Это еще одна площадка диалога, диалога государственно-конфессионального диалога между конфессиями, обществом и государством по актуальным темам. И замечательно, что в юбилейный 15-й молитвенный завтрак мы обратились к такой теме, как семья. И в известной степени это продолжение той работы, которую участники этого молитвенного завтрака начали еще в 22-м году. С проведения конференции, посвященной семье мы решили эту тему не бросать. Она стратегическая, вечная тема. В первую очередь, конечно же, это поддержка многодетных семей. Конечно же, семья – это ведь не только родители, которые трудятся, которые создали эту семью, но и дети, которые рождены в любви и в стремлении продолжить вот те самые традиции, которые у них в семье есть. Какие вызовы стоят перед современными семьями? Представители государственной власти, религиозные и общественные деятели выступили с докладами на тему созидания и укрепления традиционных семейных ценностей. Наверное, на сегодняшний день главная проблема, касающаяся семей, это, конечно, разводы. Это само понимание ценности института брака, тот фундамент, на котором семья строится. И самое главное, людям, мне кажется, нужен четкий, внятный ответ на то, почему брак важен, почему его необходимо сохранять, какой в этом смысл. Есть такая тенденция, когда мужчина не хочет брать на себя ответственность за семью, женщина, наоборот, ее где-то с удовольствием берет в свои руки. И получается, что нарушается главная заповедь, главный принцип, Богом заложенный, что мужчина, глава семьи, он должен нести ответственность, должен думать, принимать решения. Жена его должна в этом поддерживать, помогать. Я думаю, что в современном контексте это, конечно, проблема. Проблема в том, что идет смена ролей и смена позиций. Спикеры убеждены, что все начинается с возрождения души и обновления разума Божьим словом. Церковь несет ответственность за пробуждение общества, а семья – за воспитание детей. Церковь, она в принципе имеет ответственность, потому что ей передано Слово Божие. Не всякий человек может открыть Священное Писание и понять, что там говорится. Но раз Церкви такая привилегия дана, то, конечно, Церковь и несет ответственность за то, чтобы говорить об этих ценностях, провозглашать словами и подавать пример. Глобализация и технологический прогресс открыли перед нами новые возможности, но при этом поставили и серьезные вызовы, в ответ на которые необходимо находить и принимать здравые решения. Чем более крепкие у нас будут семьи, тем в экономическом отношении наше общество тоже будет крепче, потому что экономику развивают люди. А семья – это как раз от семьи зависит от вопроса демографии. То есть, если у нас будут крепкие семьи, то в этом вопросе Россия будет, ну, как бы в демографическом вопросе преуспевать. В рамках молитвенного завтрака были объявлены победители в пяти номинациях, которые ведут работу, направленную на укрепление традиционных семейных ценностей. Номинантом были вручены статуэтки «Молитвенные руки», скульптором которых является Арсен Ливанян. Основанием всегда является вера и ценности, которые лежат, в общем-то, на которых мы все строим. Естественно, поддержание – это уже поступательное движение, это путь, который мы проходим, потому что христианская вера – это еще и путь. Это не просто какое-то событие, а это то, что направляет вообще траекторию всей нашей жизни. И поэтому в том направлении, в котором эта траектория будет двигаться, к той цели мы и придем, в конце концов, потому что, как нас учили раньше, что цели оправдывают средства, вовсе нет. В сама жизнь это показывает, что правильные цели достигаются только правильными средствами. Крепкие семьи, основанные на Божьей любви, формируют сильную церковь, которая, в свою очередь, помогает формированию сильного государства. Мария Лебедева, Алексей Пономарев, Новости ТБН.